здравствуйте друзья у нас на канале гость который сейчас нам представится представляйтесь гость гостья да представляйтесь да ребята всем привет меня зовут юля мартынко собственно да и мы договорились михаилом что сегодня я вам расскажу о том как мы с мужем выиграли green карту получили визы и переехали в сша три месяца назад такая молоденькая уже замужем давно замужем давно да понял то есть вы как-то были в отношениях расписались давайте мы вот чего начнем вы откуда сами из киева хорошо прям почти земляки мне жена из киева теперь занимались чем так кратко образование работали да ну да если вкратце а у меня экономическое образование но как и многие в украине других странах снг работала не по специальности но и собственно вот последнее время теме занималась я работала в продажах в эти компаниях то есть продавала софт и муж работал разработчиком также в эти компании с программист фактически да 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 ну хорошо что же а по-английски вы и так могли ну конечно да то есть я в украине еще находясь работала с американскими заказчиками с американскими компаниями поэтому практиковала английский может могли поговорить так все нормально ну да и приехали вы акцента конечно но хорошо они начали акцент не проблема когда вы приехали в сша в итоге в конце июня ну что же точно такие свежие впечатления с одной стороны с другой стороны давайте мы начнем знаете с чего с участие в green card лотереи вот буквально через там несколько дней уже меньше недели осталось во вторник да начнется сегодня до пятница значит что-нибудь такое полезненькое тем кто собирается участвовать из вашего опыта вот заполнение может быть этих формы вот этой вот может быть какие-то вещи в которые упираются люди а вы знаете там может какой-то там трюк или там ответ какой-то да безусловно есть такие вещи я бы даже назвала не трюками да вот просто гироги правила которые необходимо соблюдать так вот если люди хотят выиграть и уже непосредственно получить визы переехать штаты но первое то что я посоветую это безусловно все ко всему относиться серьезно все внимательно читать и указывать только правдивую информацию то есть прежде всего да вот начнем с того что заполнять вот эту анкету то есть процесс заполнения green card 1 месяц до длится с начала октября до начала ноября и заполнить анкету это бесплатная лотерея да то есть не нужно об этом забывать потому что есть много посредников которые хотят за это деньги получить что здесь единственный официальный сайт на котором нужно заполнять это такое самое первое основное правило то что если вы заполните анкету на официальном сайте без посредников это там убережет многих а там дальнейших ненужных финансовых вложений стресса и так далее второе то что ну вот как я говорила нужно заполнять только как бы правду да и там не придумывать не додумывать не что касается образования то есть если там у человека среднее образование нужно указывать что на средне там надо думать что она выше то есть по поводу фотографии тоже вот кто бы мог подумать но очень многие люди загружают неправильные фотографии может быть какие-то у вас есть конкретные вещи чтобы придаст предостеречь вот конкретно в отношении фотографии вот что что могут люди такое сделать ну да то есть выпивающие ну то что я вот слышала знаю да это когда вот уже финальный этап когда люди приходят в консульство на собеседование вот самый-самый последний этап там вот нужно принести фотографию она должна быть не не старше чем полно сделаны не позднее чем полгода назад и я знаю то есть людей которые приносили фотографию там которая была 8 месяцев или там один год и конкретно вот из-за этого дисквалифицировать я только не понял значит все таки мы должны заполняя анкету мы должны приложить фотографию я знаю вот самое самое первичное вот я знаю что вот эта фотография которую мы туда значит добавляем к этой форме она должна быть не старше шести месяцев а вы сейчас сказали про какой-то еще момент когда человек приходит на интервью с консулом да и там еще фотографию надо и она тоже должна быть не старше я просто не нет не знаю нюансов да то есть а вообще фотография фигурирует в трех этапах давайте подробно да 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 первое это вот это самый первый этап когда первичная анкета вот в течение одного месяца октября второй этап это когда человек проходит медицинское обследование он приносит фотографию и третий последний этап это когда в консульстве человек приходит на собеседование для получения визы нужно тоже также иметь фотографию и каждый раз эта фотография должна быть не старше шести месяцев и это это не важно что допустим вот я может быть я год назад при подаче заявки я отправил фотографию она была там скажем неделю назад сделана а если через год у меня собеседование я я не могу ее принести эту фотографию нет 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 конечно нет ну то есть на самом деле это ну казалось бы такая мелочь да то есть если сказано там свежая фотография но можно пойти в ближайшее фото отелье да там и сделать за 10 минут и там ну потратить очень небольшую сумму на свежую фотографию и вот почему-то люди но не скажу что многие но есть такие люди которые этого не делают которые там вот как вы говорите я там сделал год назад фотографию она тогда была свежая вот у меня еще там осталось шесть таких я возьму одну такую пойду на собеседование а как не а делать нельзя как понять по фотографии но вот ну правда вот живой человек да он смотрит на свою фотографию сделанную год назад и говорит фотография хорошая я не изменился где на ней написано что она год назад сделано ну вот на первых во первых вашем случае как вы говорили что эту фотографию уже использовали в одной анкете я это анкета явно есть ну то есть эти данные есть у консула и тут же вы приходите с этой фотографии явно понятно сто процентов на явно что ей там год или даже может быть больше потому что у нас прошло там год и три месяца с тех пор как вот с первой подачи анкеты до собеседования поэтому ну как бы зачем рисковать да там где не нужно то есть человек уже потратил там деньги на прохождение медобследования собрал кучу документов потратил время уже хочется таки получить эту green карту и на такой мелочи как фотография но это очень глупо то есть вы знаете что я замечал что довольно много людей они норовят я даже не скажу что жульничать но вот скажем срезать углы не доделывать то что положено доделывать даже не в ситуации когда например ну надо надо как-то вот закосить под что-то иначе не пройдешь да а в ситуации когда и делать то ничего не надо просто сделай как есть и и вот это очень сложно потому что то ли как то вот ну я не знаю вся жизнь так что ли прошла я не за но все время как-то приходилось делать вид что ты это не совсем ты или совсем не ты и от этого сложно уйти вот приходит ситуация просто быть собой чеки чек уже не может как-то да да бывает такое я думаю поэтому мой основной посыл да это все-таки выполнять строго правила тем более не если вследовать скажем так по инструкции они не сложные понятны да если разобраться поэтому лучше перестраховаться до делать все так как просят так написано а как вы объясните например что при всей простоте инструкции ну например вот уже проще чем допустим страна от которой ты играешь уже я не знаю что может быть но вот тебе говорят ну родился стране вот от нее играешь такое количество вопросов и вот выйти инструкции простые а уже когда инструкция не то что простая а уже ну ну даже неприлично простая и все равно миллион вопросов у людей у людей у людей они говорят а я вот тут нет бывает визита сложная ситуация бывает он говорит вот я родился там в гдр на территории нынешней германии но свидетельство рождения этого не написано что она выдана советской администрации и как быть это действительно такой случай более сложный но когда вот например разговор такой я родился вот там то на меня в три месяца увезли а теперь я живу в этой стране на гражданство у меня азербайджан и но вопрос то где родился правда так же написано ну да вот значит где родился от той страны и пригодился бутыреи но сказал я просто почему я почему выкатя вопросы простые анкета просто инструкции понятны да но нет но безусловно то есть я опять таки сейчас снова на нашем личном опыте то есть но сложности у нас не возникало то есть как мы родились в украине мы прожили в украине ну если вода про страну договорить то есть было украинское гражданство здесь никаких сложности не было что касается и остальных вопросов но безусловно а есть люди да я думаю их немало которых вот какие-то такие есть моменты непонятки родился в одной стране вырос другой получил гражданство 3 от какой подаваться да но я думаю таких моментов много на самом деле но опять-таки там есть много интересных полезных ресурсов да в интернете где можно найти вот там ответы на многие вопросы мы например пользовались ресурсом называется говорим про юэс это форум такую и ну конечно я даже модератор в разделе работы вот ну супер и ну вот это был форум где наверное были ответы на все вопросы которые могли быть моим очень активно пользовались и я думаю там ну может там нет наверно такой ситуации которая бы не было описано потому что там настолько собран опыт это правда тысячи людей это супер просто поэтому но опять-таки при желании до разобраться просто потратить время действительно вникнуть разобраться чтобы там не допустить ошибку в анкете это все реально сделать ну скажем так многим удалось но опять-таки добывают разные ситуации ну вот еще что интересно хотела рассказать у нас тоже был такой вопрос и это многое видео таких вопросов на форуме получается вот мы вдвоем с мужем подавались на грин карту но тогда мы еще не были женаты гражданский брак и но это вообще первый раз играли и получилось так что вот андрей выиграл я не выиграла и при этом отношении у нас официально не были оформлены да то есть и в этом случае возникает вопрос ну то есть было два варианта либо мы женимся и вдвоем подаемся на грин карту либо же если мы не женимся то андрей сам получать грин карту и через пять лет только после по истечении пяти лет когда он может получить гражданство он может скажем так забрать меня да и тогда я очень-очень конечно тяжелый путь 2 это же вот я знаю людей вот наши там друзья которые в этом не знали и вот парень выиграл грин карту он думал что он уедет и потом сможет забрать свою девушку когда они поженятся но он его может смог забрать только через пять лет когда у него уже было гражданство то есть поэтому конечно да средствам людям что вот если не женат нужно пожениться и больше большая вероятность того что через пять лет или у нее кто-то появится или у него кто-то появится или вообще же непонятно и но ты тоже нас волновал этот момент потому что но есть много очень тоже спекуляции безусловно на фоне грин карты то есть эффективные браки и так далее и люди у которых все по-настоящему скажем тогда они переживают что не подумает ли консул что у них вот тоже что-то какой-то эффективный брак либо будет ли какие-то проверки и так далее как именно вы подтверждали вот существование отношений до того как вот это до выигрыша что вы принесли что вы говорили ну мы прежде всего конечно распечатали фотографии там за все за все годы наших встречаний наших отношений то есть там видно да там как какими были три года назад там где мы ездили плюс ну мы много путешествовали вместе также там говорили что у нас вот паспорта у нас там одинаковые штампы я думаю тоже на на руку сыграло то что мы перед получи перед подачи на green card мы также получили туристическую визу в штаты и процессе получения этой визы мы друг другу указывали как гражданский муж гражданская жена то есть но у них как бы тоже это было в истории но вы не знаете на что именно они посмотрели что и смотреть не стали то есть но фото фотография не смотрели при вас да 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 мы им дали фотографии конверт фотографии интер в этот разговор интервью это происходит когда вы там за стеклом через окошечко или вы сидите за столом вот так и беседуете нет это происходит тоже как и при получении любой другой американской визы то есть я стекло ты стоишь и общаешься с консулом но вот что интересно что у нас получается но как мы попали в консульство сначала у нас принимала документы украинка и она нам задавала вопросы собственно вот фотография мы также ей показывали консулы фотографии не показывали сотрудник сотрудник посольства сша да 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 но она украинка и получается там я с ней у нас будут я так поняла что это был так называемый первичный скрининг ну то есть она вот приняла у нас документы там позадавала вопросы какие у нее были также там и рассказали показали фотографии и так далее а по ну то есть она все это собрала а потом уже с консулом общение длилось буквально три минуты то есть это было супер быстро и он вопроса практически не сдавал то есть из вопросов которые он задал это было куда мы едем кем мы будем работать там сказали лос-анджелес а почему в лос-анджелес и все а почему в лос-анджелес что вы сказали у нас там друзья живут поэтому хорошо но вы в итоге сейчас вот в данный момент вы в кремниевой долине находитесь да вот мы с вами беседы да 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 то есть вы переезжаете но мы уже переехали да опять таки все очень завязано на работе то есть мы приехали в лос-анджелес и вот все это время искали работу ну и не ограничивались только лос-анджелесом потому что как я уже сказала мы оба эти сферы да и все-таки в кремниевой долине понятное дело что такой работы намного больше чем лос-анджелес я думаю что все-таки у вас первый такой наиболее ударный вопрос который надо решить это работа мужа вот а вы уже мы тогда когда он уже там встал и семья как семья вы застабилизировались дальше уже вы можете творческие такси самореализовываться нет но я ваших там мы оба начали искать а вы какую работу ищите я уже нашла работу тем чем я и занималась в украине так ну-ка-ну-ка это где-то тут вот у нас в кремниевой долине где-то да 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 это сан-матео ну умница какая подождите муж чего тоже нашел вы вместе нашли одновременно а ну практически он сейчас на финальных этапах с несколькими компаниями тоже вот сейчас вот ожидают оффера хорошо быть молодым с английским с профессий прямо как вот но я вам скажу михаил что это было в моем случае это был такой очень длинный и нелегкий процесс ну в общем вы давайте вот чего вы тут застабилизируетесь это вы уже сняли квартирку вот эту или вы где сейчас нет нет это мы пока что посуточно на rnb сейчас параллельно и долгосрочное жилье понял в общем как найдете обустроитесь приезжайте тут от вас до нас до нашего офиса может 20 минут максимум вот мы с вами будем отдельно кутить в эфире а вы еще блок блок завели правда да но я вот да 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 у меня я завела блог там пока столько одно видео но я много чего есть что рассказать начинается с чего-то одного но нельзя же начать вот с 10 сразу правда да 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 но просто вот опять-таки поводу green card я там рассказывал про разные интересные моменты которые я там не всегда находила и плюс там тоже хочу рассказать поводу того как я искала работу вы мне в skype тут вот скидьте пожалуйста ваш этот юрл так в смысле канал ваш чтобы я мог вставить в описании к видео и из того как я понимаю интересы зрителей то что я очень много вопросов читаю я я знаю что спрашивают у нас например постоянно идет такая тема что вот вы показываете инженеров вы показываете программистов или там людей которые в тестировщики то перековываются и так далее а вот покажите людей других профессий и очень очень многие работают и в украине и в россии где угодно в продажах гораздо больше людей с опытом в продажах чем в инженерном деле кстати и вот то что вы сейчас сказали меня например сразу так я на крючок вы меня взяли потому что я думаю о о человек оттуда-сюда работа в продажах ничего себе это в метрах сто раз более интересная и редкая ситуация чем допустим ваш муж который работал программисты мы и опять работает программистов это каждый так это каждый кто программистом работал приехал там и работает программист тоже мне а вот 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 это то что с вами произошло это вы прям что с одного интервью вот так легко все михаил с какого с одного у меня было больше 60 ну подождите вы имеете ввиду по телефону что ли ну и по телефону по видео по ну это не солнышко так давайте так по видео по видео и живьем сколько было вот так что вот надо посчитать я вам так не скажу но много но не шестьдесят это да это вместе с телефонами интервью а если с видео но надо я так не скажу то есть у меня это я это файлик в excel вела окей но все равно достаточно быстро произошло все-таки поймете и можно сказать что от интервью к интервью набирали обороты то есть вы все если лучше 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 вот в разговоре там в объяснениях как-то происходило что-то такое ну безусловно да то есть я конечно пыталась после каждого собеседования дать свою субъективную оценку да что было не так что было так что было хорошо что нужно еще улучшать но еще скажу вот что как только начинала искать работу меня вот немного вводила заблуждение то что люди здесь но культура такая да что все вот супер на все очень вежливые все как бы ты отвечаешь на вопрос тебе говорят супер молодец и я так поначалу думаю как у меня классно интервью проходит вообще несложно найти в штатах работу это надо привыкнуть вот поначалу все рекрутеры вот там задают мне вопросы я отвечаю и реально непонятная их реакция то есть но они то есть что им не ответишь они всегда супер nice им все нравится они говорят там отлично супер но я думаю класс вот прошла там одно интервью прошло второе интервью и тут начинаю получать отказы типа ну такие супер тоже на из отказа там спасибо за ваше время вы нам так понравились но к сожалению не сейчас и там один отказ второй отказ третий отказ и я начинаю понимать что ну то что я судила да по их реакции на моего там ответы и так далее ну то есть это все просто можно не принимать во внимание потому что просто это менталитет а можно уточнить в каком ценовом диапазоне вы искали работу то есть вот человек там продажи айтишные дела и тогда что что это 40 50 50 60 там 70 80 где это было ну как известно до зарплата человека работающий в продажу состоит из ставки из бонуса да то есть еще говорить да 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 ну то есть понятное дело что стараются как бы поменьше ставку не то чтобы поменьше но как бы такую голую ставку дать чтобы и побольше все-таки процента чтобы у человека была мотивация ну то есть если говорить про эту сумму которая у тебя он таргет вернинс сдавка плюс комиссия то я рассматривать то что я искала это было 70 90 то есть я поддавалась на позиции там где было больше ста но ну как бы в процессе уже интервью я понимала что ну я как бы я сама понимала что я им не подхожу полгодик полгодика поработаете годик и пойдете до 100 хочу это дело так это просто полирнуться надо местным вот этим местной полировкой пойдете дальше ну да и тоже интересный момент что там у меня как по украинским меркам у меня английский хороший и ну в принципе я разговариваю да и понимаю все что мне говорят но у меня очень часто но не то чтобы очень часто но часто спрашивали по поводу моего акцента так как в продажах все-таки важно чтобы ну там важно чтобы человек хорошо говорил да хорошо писал говорил а то есть там для если я была там тестировщиками разработчиков принципе никто вы уверенном я даже об этом не спросил что моего языка более чем достаточно для повседневной коммуникации но 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 пойти все-таки вы в продажах не таких что вы прилавка стоите и с каким-то там я не знаю реднеком общаетесь вы вы в корпоративном в корпоративных продаж безусловно ну ты хочу вам акцент главное чтоб вас понимали хорошо ну вот я тоже так думала михаил но на самом деле потому как мне часто задавали эти вопросы по типу а не мешает ли мне акцент продажах а понимают ли меня ну хотя как бы а вы скажите наоборот это придает некоторую пикантность вот я да да вы ведь легкий легкий европейский акцент придает некоторую пикантность компанию которая меня взяли большая контора крупная что там не тогда небольшая компания но компания занимается security то есть у них продукты которые защищают корпорации от фишинга то есть такие хорошо прошу вот но вам сказали что делать там как чего когда вы заступаете но я вот понедельник уже мой первый рабочий день через три дня через выходные да ну что же хорошо давайте так из того что с вами произошло тут за три месяца с чем вы столкнулись я понял что вы вдруг увидели что английский не такой как думаешь там еще чего-то хотя явно хорошие что-нибудь такое что не ожидали и вдруг она вот знаете как этот черномырдин то говорил такого испокон не не было и и тут опять ну отродясь отродясь не было вот что такое вдруг и и тут на тебе вы имеете ввиду в плане поиска работали вообще вообще вот что-то и приехали в америку первый раз были дав не были до этого сша нет нет я была до этого в америке ну хорошо что-нибудь такое чего вы не ожидали она вот раз и случилось но прежде всего из такого что вот тест на вождение мы сдавали но то есть андрей уже получил право я пока что только теорию сдала то есть не было супер легко сдать теорию хотя вот по сравнению там с тем как это происходило в украине ну супер легко ее сдать то есть действительно понятно что это эти вопросы данного на теорию вождения были созданы специально для того чтобы ну как бы люди у людей было понимание как себя вести в ситуациях на дорогах то есть ну как бы логические правильные вопросы в то же время как если говорить про украину то мне такое ощущение что там делали вопросы просто чтобы тебя завалить и ты там как-то пришел договариваться про права ну то есть нету какие какой-то такой ну какой-то ненужной вообще информации тебе то есть все четко по делу то есть легко было сдавать хорошо а вы сдавали за право опыт вождения есть вот я в украине немного водила поэтому из-за того что опыт этот небольшой а вот еще пока что практику здесь не сдала и но с другой стороны вот муж у меня сдавал практику и тоже так вот то есть насколько ты сдашь а то есть он до этого водил в украине и он ходил в одно деньги и он там не мог сдать в течение трех раз хотя он умел водить как бы он нормально водил так далее то же время он пошел в другой и там сдал с первого раза у него там не было ни одна история в том что у меня тоже было такое же я вот водил там по москве на этим москве водить и тут я приехал пошел сдавать и меня подвело то что я раньше водил то есть они от меня ожидали какого-то более такого осмотрительного осторожного там кручение верчения головой там туда посмотрел сюда посмотрел там и так далее а я в общем так уже привык так и боковым зрением там ну то ну то есть там вот-вот без вот вот такого и вот первый раз я не сдал то есть они посчитали что нарушил там сколько-то вот уже со второго раза но тоже мы отъехали в более спокойное место потому что в сан-франциско очень тяжело сдавать там холмы вот такие такие там когда параллельная парковка на холме и это сложно очень а так вот отъехать там 20 минут и абсолютно ровное место и никого и ты один на дороге вот но но не довольно доброжелательно скажем так не обязательно там доброжелательность написано на лицах может и не быть но во всяком случае они по инструкции работают раз два галочка так поворот 1 поворот 1 парковка 2 да еще меня вот очень удивило что за рулем очень много пожилых людей там 80 даже за 80 лет там 80-90 так мне кажется людей уже просто в таком возрасте немного замедленная реакция и тем не менее так и есть они не водят я когда был страховым агентом одно время вы не знаете что я насмотрелся вот дедушка на парковке есть такое место где еду выдают бесплатно вот туда поехал заехал на парковку уже казалось бы он не с улицы уже нужно на парковке там где ехать вот и потом подъехал уж хотел стать куда-то и как дал на газ и и две машины значит там ну свою само собой а я его как же так получилось да перепутал хотел хотел на тормоз а вдарил ну как так может быть правда вот так надо осторожненько с этим с дедушками бабушкам я тоже надо смотрю да а дальше еще бывает она так идет с каким-то walker am там знаешь и она еле движется то есть она не то что вот там бежит бабка там засела в машину и понеслась нет она еле идет она она идет идет у нее все трясется вот этого трясется она села в машину и понеслась у меня до сих пор и у меня до сих пор если что-то 30 лет скоро не могу я боюсь они сидят видно что они не очень ориентируются знать такой еще хотела сказать по поводу того что меня мужская здесь удивило это поход супермаркет то есть да такое казалось бы будничное занятие но люди которые вот на кассе до кассиры они настолько супер на из они настолько вот говорят приветом как дела как твой день тому это берешь пиво кота вечеринка будет сметку ощущения вроде я не с мало знаком вообще с незнакомым человеком сейчас это какой-то мой друг или там хороший приятель они всегда милы улыбаются просто сопоставляю с тем как вот в киеве что там все такие в себе злые знаете что я думаю может быть это вот после события последних там 3-4 лет так повлияли потому что когда я был в киеве вот четыре с половиной года назад это было в боюсь соврать в двенадцатом году нет три на 13 весной и наоборот на меня киев произвел впечатление место где вот там я люблю пообщаться вот и так вот как продавщица как они стоит там девочка молоденькая ли там такая же тетка в возрасте там чуть там колбасу режет я с ними со всеми трепался они как к родному ко мне то есть да я думаю потому что делали первые шаги я уверена тут люди к наоборот они к тебе нет я не говорю что везде есть ну конечно здесь хорошие там открытые люди но здесь это просто все ну 95 процентов да да они не боятся у них нет страхов никаких к незнакомым людям они наоборот там пообщаться если бы вышли по киеву и кто-нибудь вам сказал ой девочка как раз присящая прическа там допустим да есть мужчина допустим говорит значит это первая реакция такая что пристает чужой мужик там как-то с какими-то намерениями или думаешь может сумасшедшие вот какая реакция нет ну если на улице мужчина делает комплимент ну такое было но нормальная реакция скажу спасибо ну то есть дурман не будет не то что мужик приставить то что сумасшедший да ну просто если девушка скажет комплимент вот этого у меня ни разу не знакомая девушка да то что мужчина делает комплимент это как бы окей а то что девушка но и девушка это чтобы она пристает не женская не женская я помню такой был анекдот как две подружки сталкиваются там на перекрестке и одна говорит ойголь слушай хорошо что тебя встретил как темой костюмчик новый так это послушай я так спешу но совершенно не до ссоры это уже так и девчачьи такое ладно я смотрю вас так настроение хорошего так улыбаетесь так у вас все как-то или вы всегда в хорошем настроении или просто вам здесь нравится вот настроение здесь лучше чем там да нет наверно у меня такое же настроение вообще не очень нравится страна я же говорю переезда я здесь была несколько раз я там 2009 еще году я три месяца жила в нью-йорке по work and travel вот ну сейчас вот кстати в нью-йорке были то город уже тогда я влюбилась в этот город уже калифорния мне нравится намного больше да уже начинаете сравнивать конечно а у вас не было такого что вот приехали до work and travel и башку снесло и дуешь все вот только в америку и вот ничего ничего больше знать не хочу я знаю людей которым сносит да ну наверное было но то есть не до такой степени потому что многие люди они до такой степени хотят остаться в стране что они просто не возвращаются домой после work and travel то есть остаются тут сначала как-то полулегально потом получают f1 визы студенческие ну и потом как-то вот шаг за шагом остаются ну то есть у меня то есть я очень я на тот момент очень хотела остаться в америке очень хотела жить в нью-йорке но опять-таки я понимала что у меня момент было незаконченное образование что у меня не было профессии и но я бы могла остаться но работать официанткой мне них одни от не особо то хотелось если честно у меня такой был план чтобы какое-то время пожить в украине потом уже вернуться в сша уже более скажем так уверенно стоя на ногах живя в киеве наверное вы не только в сша побывали может быть вы были в европейских странах там для германия франция испания италия вот как нормально вот воспринимается допустим вот может в германии поработать или может в польшу то есть вот сша в сравнении с странами которые там рядышком в принципе и может быть там даже как бы по европейски более понятные какие-то вещи более привыкли это очень интересный вопрос михаил и мне его часто задают и я вот всегда отвечаю что да я была во многих европейских странах но америка мне намного ближе я думаю потому что ну вообще так возьму на всех европейских стран может быть единственный один страна единственный город мне хотелось жить это барселона это было там я была там четыре года назад может быть сейчас как-то по-другому на нее посмотрела но вот на тот момент мне очень понравился город вот атмосфера но опять-таки да там испания там не очень легко найти работу зарплата не самая высокая и так далее то есть одна две стороны одной медали то вот если говорить про америку то здесь мне кажется людям намного более проще ну скажем так вот иммигрантом начать жизнь и найти работу так далее потому что все таки европейские страны как по мнению более консервативная но здесь нету здесь нету титульной нации в которую ты никак не вольешься да то есть ты должен все равно ты остаешься вот на той стороне а здесь как бы титульной нации нет как-то вот все такие а уж нью-йорк нью-йорк так это и вовсе это же просто какая-то фантастика вот этих всех замесов и вот этой диверсификации колеса всего мира и вообще как знаете есть такой сериал стартрек да и вот там они из разных галактик такие вот это вот как в нью-йорке друзья жили в швейцарии какое-то время и вот говорят что там какое бы у тебя образование не было к ним бы ты умным не был но ты для швейцарца вот там будет уборщица да и будешь ты там профессор какой-то и все равно вот уборщица она будет себя ставить выше потому что у нее швейцарское гражданство а ты приезжий то есть вот очень вот там чувствуется это разделение насколько я слышала и вот но и как-то вот по общей атмосфере вот мне америка как-то всегда ближе и поэтому я себя представляла именно в штатах куда-то уехать европейскую страну мне не хотелось ну что же хорошо значит давайте мы с вами договоримся что вы не пропадаете никуда ладно вы будете у меня звездой локальный вот будете периодически приходить рассказывать на самом деле безумно интересно и мне мне в том числе вот но я в данном случае за интересы зрителей переживаю безумно интересно как дальше пойдет с чем вы столкнетесь ну вот вообще вот понимаете может вы придете там через три месяца и скажете девки тут совершенно не так глаза мажут и и губы тоже а губы вообще не ну я к примеру я просто к чему говорю что здесь очень многие вообще они помады не не употребляют американцы девочки многие то есть как то вот так вот да и наши наши безусловно не так это делают здесь как они сделали бы это дома то есть если вы здесь будете ходить так как в киеве подумать но я я просто жду что вы расскажете я я просто так я гипотетически рассказываю а вы уже из жизни расскажете это же интересно но мне знаете интереснее рассказать про работу про то как здесь обустроиться про всякие такие моменты ну естественно естественно но на самом деле и работа и обустроиться это связано с тем как ты выглядишь как ты одеваешься пойти вы не можете например я помню на форуме вот этом говорим про из читал историю как приехали там ребята молодые но может быть там на пару лет даже вас помоложе такие вот они приехали семейная пара и наверное это в калифорнии где-то было всякнуть там был бассейн вот они вышли в бассейн после чего подошел менеджер женщина этого комп апартамент комплекс где они поселились и сказала что это место семейное тут дети и что в стрингах они вот эти вот как купальники называть я не знаю там вся задняя часть народа вот а я скажу здесь здесь таких не ходят и что это как бы не положено так безнравственно давайте я прочего говорю это тоже элемент культуры давайте это ну вот всякие эти маленькие такие хохмачки этой это и есть безумно интересная штука это неважно связано с тем что вы пошли в бассейн пошли в магазин там пошли на ланч с кем-то из сотрудников каждый раз будет какое-то маленькое открытие такое вы как сказать не упустите может записывать и вы мне то сказали про стринге я вспомнила как мы там как недавно только приехали поехали случайно мы попали на нудистский пляж на единственный кого наказался нудистский пляж калифорнии и так вы туда и попали и и там были трансвеститы вот это для меня был шок а как-то их как-то их видно что они никак ну смысле не как мальчик или девочка ну как видно то есть идет голый человек у которого есть грудь а нижняя часть мужская ой да то стрим где-то такой маленький и то и другое есть да 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 вот это было шок да ой господи боже мой я нас такой пляж еще не попадал ну здесь вам есть вам есть что рассказать ну да действительно как-то это странно но они довольны жизни так видно по ним да они так идут да 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 друзья у нас такая страна что с чем бы ты не вышел на этот пляж можно чувствовать себя хорошо ну хорошо я тогда двигаюсь на работу мне еще надо в офис попасть сегодня вам спасибо большое значит мы с вами не прощаемся и я вам напоминаю чтобы вы мне этот самый ссылочку на свой канал хорошо все счастливо до свидания